это живот в кино так работает пресс у меня продолжаем наше второе видео одного и того же дня так завершается год наших видео размышлений точнее вот как раз таки сегодня такая юбилейная дата год мы начали в апреле двадцатого и заканчиваем в апреле 21 в апреле 21 год апрель 20 на 21 заканчиваем вот и как сказал влад очень хорошую фразу все когда-то либо начинается и когда-то должно завершиться и должно завершиться вот что хочется сказать что конечно интересный был год интересные сюжеты но сначала я хочу чтобы влад своими ощущениями поделился ой хорошо сам собой хотя бы сам себе рассказал что что ему вообще дали эти этот год вот в контексте вот скажем так я все в календаре писал в плане занятия постоянно регулярно и вот мы делали это все постоянно и регулярно скажем так то есть одно из моих желаний сбылось на сто процентов постоянно регулярно то есть это очень здорово и это помогло скажем так пережить всякие эти неприятные болезни которые не мы понятно не застрахуешься но я думаю что доля как они испугались на себе прошли страну ну что для меня меня вот это постоянно регулярно вот я бы так вот сказал и все хочу но скажи мой чай лучше или там ну что я хочу сказать и тогда а влад будет там потом дополнять хочу сказать вот что значит с чего все началось до приезжал к тебе в баню а потом мы беседовали а потом я тебе сказал первая наша как раз видеозапись была еще в том доме с другом и мы яичницу готовили я решил заснять и идея такая возникла но я приезжаю к чему нам не снимать наши разговоры еще и понеслось за этот год мы много тем обсудили пока еще даже не трудно так сразу все сказать эти темы это раз разные темы были и в контексте вообще жизни и в контексте боевых искусств изучений в контексте там взаимоотношений человека природы политики жизни можно всего чего эти все видео есть плейлисте там субботнее размышление о боевых искусствах можете посмотреть что еще мне понравилось что в наших видео периодически появлялись люди интересные то есть к нам подключались разные люди с разными мнениями разными взглядами на жизнь разными ремеслами чем они владеют до большинстве своем все это были люди кто тем или иным образом как связаны с боевыми искусствами но и очень много интересных люди были разные на самом деле даже вот последние одни из последних это язык у тебя вообще это вот что касается личных моих ощущений конечно же год это не так много но в принципе я вот ехал когда кладу точнее вчера еще у меня такая мысль возникла что надо заканчивать уже эти видео сюжеты видеосюжеты надо заканчивать и видимо уже как бы это выработало все я так вот сидел а почему еще так подумал да потому что я посмотрел какой-то там видеоролик что блогер и это не просто вот включили посидели а это огромная работа большого коллектива да это целая индустрия да индустрия получается индустрия блогерство да но по сути мы наверное вряд ли занимались блоггерства мы просто снимали наши наши размышления о жизни ты занимался меня нет ты занимался блогерством даже нет не блогерством так одно блогерство журналисты занимался я занималсяcen желательно и следователь снова журналистикой да именно про в хорошем понимании журналист потому что чем темы мы брали же такие которые в процессе недели они как-то нас будоражили даже нет ты крутой журналист почему когда крутой а я не заканчивал крутой в чем что ты ориентируешься на себя на аудиторию получал что меня тревожило я эту тему давал да и просил ваш отклик то есть ты задавал сам тренд а не то чтобы вот что будет там популярны ну и в итоге что получилось что вот опять таки я так сидел и думал так вот посмотрев этот сюжет там 1 youtube канала где там сказали просто что наша команду то есть я понял что ты выполнял работу 10 человек ну видимо ты вот сказал может правда я как-то что-то утомился ну что снимать это все потом я посмотрел все на все наши просмотры на youtube канала нет все кто смотрел 35 30 раз два посмотрел я не все кто смотрел конечно большое спасибо вот но наша цель не было конечно завлечь аудиторию там массово потому что я не знаю какой наш видеосюжет самый большой по просмотру потом посмотри да кстати это хорошо вести статистику учет да но они ровно фактически чтобы вот так видео достигало в ютюбе вот как это да занимать этим надо заниматься я этим не занимался вот этим не занимался мы просто снимали наши беседы и выкладывали к youtube на канал все мы не занимались никаким там каким-то у нас было выиграл все равно все равно книжку же ты хотел и по специалиста что ты записываешь а потом перепечатываешь и уже даже получилось вот так вот по этому принципу пошел мы записали перепечатали прочитал улучшил я же выйдет в планете дзюдо то есть за год нельзя сказать что мы там время потратили как-то потратили а мы его до до кто-то вне в любом случае мы получили очень хороший для себя опыт опыт мы исследовали различные аспекты жизни через боевые искусства общаясь с людьми